В крови есть гемоглобин, мы знаем, да? Красное вещество. А тут он думал, ну, гемоглобин, наверное, как-то изменился и стал желтым. Он выделил вещество из желтого тела, и оказалось, что в нем нет железа. Значит, это совсем не гемоглобин. А потом оказалось, что это один в один каротин. Что получилось? Что корова съедает какие-то растительные там еще, и у нее в организме накапливается каротин. Ну, он прокрасил вот так вот в рыжей части определенные вот эти вот моркови. Формулу каротина установил Ричард Вильштеттер. Ну, давайте посмотрим. С – это кто знает, кто постарше? Это углерод. А H – это водород. В каротине оказалось, что только есть углерод и водород. Значит, это типичный углеводород, но только ярко-красный, ярко-оранжевый. В молекуле также оказалось, что есть два кольца. А колец, оказывается, в этой молекуле может быть только два типа. Или это бета-кольцо, вот оно справа, или эпсилон-кольцо. И в зависимости от того, какое это кольцо, получается разный каротин. Ну, вам как бы все равно, что там понарисовано. А в вашем организме это далеко совершенно не все равно. Потому что бета-кольца нам очень полезны для здоровья, а эпсилон-кольца нам совершенно не нужны, и организм их выкидывает. Ну, вот так на формуле не очень видно. А если посмотреть на молекулу в пространстве, то можно увидеть разницу между бета- и эпсилон-кольцом. Видите, бета-колечко лежит в одной плоскости со всей молекулой. А эпсилон-колечко так надломлено, и оно вот как бы так вот лежит под другим углом совершенно. Ну, давайте потренируемся, какие мы здесь видим кольца, какие? Эпсилон. Эпсилон с какой стороны? С обеих. Колец-то два. Слева эпсилон. Слева эпсилон, а справа? Бета. Бета, да, посмотрим, как там у нас. Так, а вот в этом случае? Бета. Бета с обоих сторон, да? Видно, да, что бета-кольцо, а то я что-то плоховато вижу. Так, здесь что? Два эпсилона. Два эпсилона. Ну, бывают недоделанные каротины. У этого одно кольцо, и то в это. Ну, обратите внимание, что буквы при каротинах меняются. Например, если одно бета-кольцо, а второго нет, это называется в целом гамма-каротин. А здесь вообще ни одного кольца, называется дзета-каротин, там и так далее. Так что есть некоторое разнообразие каротинов. Теперь посмотрим, что происходит у нас в организме с каротинами. Кто что увидел тут? Вот это каротин с бета-кольцами, да? И что с ними сделали? Разрезали ровно пополам. И получилось вещество, которое называется совсем по-другому, ретиналь. Каротины поглощаются в 12-перстной кишке. Вот она сразу идет за желудком, и каротины поглощаются только вместе с жирами. Образуются вот такие вот капельки, как справа показано, только маленькие-маленькие. И внутри этих капелек растворены каротины. Каротины дальше разносятся по всему организму, но в первую очередь они попадают в печень. И в печени оседают. Печенка это такой вот склад для каротинов, и если организму надо каротина, то из печени можно его дать и транспортировать еще куда-то. Ну, почему называется ретиналь? Это названо в честь нашего глаза. В нем есть сетчатка, а сетчатка в переводе на латынь это ретина. Значит, ретиналь это вещество, которое содержится в сетчатке. И на самом деле оно помогает нам видеть. Как это происходит, мы дальше посмотрим в конце лекции. А сейчас мы скажем только то, что если не хватает в пище каротина, то тогда что будет с человеком? Плохо видит, но не просто плохо видит, а он плохо видит, когда сумерки. Это называется куриная слепота. То есть чуть-чуть стемнело, и человек уже плохо видит, ему кажется, что слишком темно. Вот это один из признаков того, что человеку не хватает в пище каротина. Поэтому каротин нам действительно очень нужен, в первую очередь для того, чтобы что-то увидеть, особенно в сумерках. Ну, откуда это взять? Это взять, конечно, из растительной пищи. Как мы уже говорили, самый главный поставщик каротина это морковка. 100 граммов морковки, аж целых 9 миллиграммов каротина. Много это или мало? Математики нам посчитают быстренько. Это исчезающе мало, да? 100 грамм это сколько в миллиграммах-то? 100 тысяч миллиграмм. И на 100 тысяч всего 9 миллиграмм каротина. Представили, да? То есть эта краска очень яркая. Если ее сильно развести, там 10 частей, то есть одну часть на 10 тысяч, да? То она будет давать яркий оранжевый цвет, как в морковке. А рекомендованная доза потребления от 0,6 до 3 миллиграмм в сутки. Ну, давайте считаем, а сколько же надо морковки съесть до сутки? 30 грамм. Примерно 30 грамм. Ну и что, больше не есть морковки? Оказывается, нет. Если мы будем просто кусать морковку, то наш организм не сможет из глубины морковки достать весь каротин. И он просто пройдет и выбросится наружу через кишечник. Если мы потрем морковку, уже будет дело лучше. Но все равно мы 100% каротина не извлечем оттуда. Еще лучше, если это будет морковный сок. Из него лучше всего усваивается. Но все равно часть пройдет, там есть маленькие кусочки. Самый-самый усваиваемый каротин, это тот, который выходит в масло при жарке морковки. Вот если бы нам удалось в масло выжарить весь-весь каротин из 30 граммов морковки, это была бы наша суточная доза. Но кто бы согласился пить такое масло? Противно, да? Правда? Поэтому лучше есть морковку и не 30 граммов, а можно и побольше ее съесть. И ничего страшного, все будет нормально в нашем организме. Вот мы легко морковку удовлетворим в своей суточной потребности. Обратите внимание, много каротина сравнимо в зелени. Это может быть петрушка, укроп, шпинат, вот здесь черемша показан. Вот любая зелень яркая, она содержит каротин. Только он замаскирован другим пигментом, зеленым хлорофилом. Поэтому листья нам не кажутся оранжевыми, хотя там каротина довольно много. Просто это две краски, которые вот одна другую маскируют. А тыква, несмотря на то, что она оранжевая, содержит мало каротина. Всего, видите, полтора миллиграмма. Сорта картофеля бывают с белой мякотью и с желтой мякотью. Вот оказывается, желтая мякоть картофеля тоже из-за каротина. Но только каротина там совсем-совсем чуть-чуть. 0-0,2 миллиграмма. Ну, картошку, конечно, никто серьезно не воспринимает как источник каротина. Обратите внимание, рядом с каротином какие-то буковки, скобочки и циферки. Что это такое? Нет, это некоторые... Ну, про Е вы ничего не слышали. Еще скажите, что вы в прессе не читали, что такое Е. Е это пищевые добавки. И в перечне пищевых добавок, те, которые начинаются с сотни, это краски. Каротин используется как краситель для пищи. Ну, для чего это нужно, например? Вы покупаете масло, оно белое. А белое масло покупать неприятно. Хочется, чтобы оно было такое чуть-чуть желтоватенькое. И тогда пишут. А еще содержит Е-160А краситель, идентичный натуральному. Это означает, что в масло чуть-чуть добавлен каротин. Ну, так чисто, чтобы вам было приятно его купить. Ну, и так происходит со многими продуктами. Особенно такими жирными продуктами, которые нужно подкрасить в более густой цвет. То есть каротином можно сыр какой-нибудь покрасить. Там какие-то напитки, содержащие такие эмульсии молочные и так далее. То есть каротин используется вот для таких целей, для подкрашивания пищи. Об этом говорит его индекс Е. Вот если вы увидите Е-160А, значит в пище содержится дополнительный каротин. А вот наши домашние питомцы привыкли в процессе эволюции питаться вовсе не травой. Ну, мы так можем себе позволить морковочки погрызть, а кошка как-то особо морковь и не ест. Хищники питаются мясом, а в мясе обязательно находится какая-нибудь печенка у жертвы. Вот она вгрызается в печенку, кошка, и получает уже готовый разрезанный пополам каротин. То есть ретиналь. Поэтому кошка каротин сама не может нарезать, а она нуждается в печенке, чтобы хорошо видеть. А морковка, ну, конечно, полезна для кошки, но она не может содержать такого витамина. То есть кошку обязательно к морковке кормить еще и печенкой. Ну и вот тут, по-моему, канурик какой-то изображен, гибрид хорька и норки. Тоже они не умеют делать для себя самостоятельный ретиналь. То есть с хищным животным в этом плане не повезло. Зато очень повезло тлям. Вот это красная гороховая тля. И ученые долго думали, почему же она красная. Тоже думали, они едят растительную пищу, накапливают каротин и становятся такими ярко-красными. Исключили из пищи каротин, а тля все равно осталась красной. Оказалось, что они синтезируют каротин прямо внутри себя. Это вот первое, пока что из открытых примеров, когда животные не нуждаются во внешнем каротине, а умеют его синтезировать сами. Это редкий достаточно случай. Следующая группа каротин-оидов, это уже не каротины. Они называются ксантофилы. Ксантос это желтый, или даже золотистый, можно сказать. А фил это лист. То есть это пигменты, которые встречаются в листе. Одним из первых представителей ксантофилов было вещество, которое прокрашивает желтый желток в яичнице. Понятно, что он желтый. И в 19 веке ученые заинтересовались, а почему? Что же закрашивающее вещество там есть? И вот все тот же Вильштеттер установил формулу вещества, которую он назвал лютеин. Лютеус значит желтый, от слова желток. Чтобы выделить свои первые миллиграммы лютеина, он разбил 6000 яиц. Представьте такую яичницу, из которой он дальше добыл вот это красящее вещество. Ну давайте присмотримся к формуле. С это у нас углерод, H водород, а О это кислород. Значит ксантофилы отличаются от каротинов тем, что в их состав входит кислород. Присмотрелись и увидели знакомые нам колечки справа и слева. Одно из них бета, другое эпсилон. Только они теперь уже не годятся как витамины, их попортил кислород. Видите, справа и слева есть две OH группы. Ну и спрашивается, а раз они уже попорчены, из них витамины нельзя сделать. Может они совсем бесполезны для нашего организма? Оказывается полезны. Только они используются не как витамины, они используются целиком для очень странных целей. Вот у нас в глазу есть так называемое желтое пятно. Туда попадает изображение от хрусталика, и туда именно оно проецируется. И там очень много попадает синих лучей. В желтом пятне содержится лютеин. И он-то и придает ему такую окраску. Он поглощает синие лучи, и из-за этого изображение получается четче. Если бы он это не делал, то наши клетки бы получали рассеянные более синие лучи, и они бы мешали воспринимать изображение. Как вы думаете, если лютеина не будет в пище, то что нас ожидает? Нет и слепота. Будет все размыто при каком освещении? При ярком естественном освещении. Возникает светобоязнь. Человек выходит на солнце, и все предметы у него расплываются перед глазами, потому что нет того вещества, который заберет избыток синих лучей. Поэтому лютеин, конечно, не витамин, но это вещество безусловно полезное. Его нужно, конечно, иметь в рационе. Но потребление в России рекомендовано от 6 до 12 мг в сутки. Видите, даже больше, чем для каротина. Лютеин хуже усваивается из пищи, но его требуется, наверное, больше. Вот этот хваленый желток содержит, как ни странно, очень мало лютеина. Видите, всего 0-0,3 мг на 100 г. Хотя, казалось бы, из него-то его и выделяли. А вот теква, она содержит не каротин, а она рыжая за счет лютеина. Вот она содержит большое количество лютеина. И очень-очень много, если чемпионат устраивает, то будет максимум в зелени. Любая зелень, опять-таки, петрушка, укроп. Вот она содержит огромное количество лютеина. И, конечно же, она полезна нам в этом плане. Кожура апельсина содержит, и апельсиновый сок содержит лютеин, хурма, но уже в меньших количествах. Обратите внимание на букву Е. Что это означает? Пищевая добавка. Пищевая добавка. То есть, иногда пищу подкрашивают лютеином. Ну вот, историю про желток я вам неспроста рассказал, потому что сейчас производители научились подкрашивать желток, не применяя непосредственно краситель. Они скармливают курице, ну, например, лепестки ноготков, а там содержится много лютеина. Курица усваивает больше лютеина вместе с комбикормом, и желток получается ярче. Это нам приятно, потому что если он блеклый какой-то, синеватый, то нам, конечно, неприятно это есть. А так можно вырастить на птицефабрике и написать, что это деревенское яйцо с ярким желтым желтком, покупайте, пожалуйста. А на самом деле просто курицу докармливали вот искусственно вот этим источником лютеина. И у нее яйцо получилось ярче. Ну, все равно полезнее. Ну, видите, прямо она не покрашена, она покрашена через пищевую цепочку. То есть курица съела лютеин, и лютеин отложила в виде яйца. Оказывается, что в Китае очень любят не белых куриц, вот мы бы такую купили, как снизу, да? А вот китайцы почему-то любят, чтобы курица была желтой. И поэтому в Китае есть особый откорм курей с помощью лютеина. Тоже берут какие-нибудь лепестки, богатые лютеином, и закармливают курицу так, чтобы она стала вот такой прям кожей, у нее прям ярко желтой. Ну, это характерно для Китая. И вот этот желтенький цвет цыплят, это тоже цвет каротиноидов, который откладывается в пухе. Ну, поскольку это очень красочные вещества, то они придают окраску цветкам и плодам. Ну, один из таких плодов, который даже дал название особому каротиноиду, это томат. У Пьетро Андреа Матиоли написано две версии того, как томат попал на территорию Европы. По одной версии семена томата привез колумб из одного из своих плаваний, а по другой версии, Кортес, когда он завоевал Теначтетлан, это вот современная Мексика, он захватил еще и поля помидоров и оттуда взял тоже семена и прислал в Испанию. Так или иначе, помидоры распространились, их выращивали в Португалии, Испании, на Балканах, в Италии, в общем, вот южные страны Средиземноморья, как-то их стали очень быстро выращивать и употреблять в пищу. Обратите внимание на картинку в книге Матиоли, он специально заказал, чтобы акварелью ему покрасили нужные части растения. Какого цвета помидоры нарисованы в Матиоли? Желтые. От цветки у помидоров оказались белые, вот они сверху белые цветки. Совершенно непривычно для современных помидоров. Сверху написано Poma Aurea, яблоко золотое. Ну и если кто-то умеет готический шрифт читать, вот там все в углу по-немецки написано. Gold Apfel, что переводится? Золотое яблоко. На самом деле мы пользуемся двумя разными названиями этого растения. Poma d'ora это по-итальянски золотое яблоко. А tomat'l это исходное ацтекское название этого растения. Поэтому мы говорим томат иногда, это так по-ацтекски, а иногда говорим помидоры, это по-итальянски. Ну на самом деле это прижилось в нашем языке. Видите, исходные они были совершенно не такие. И это видно в натюрмортах испанского художника, по-моему, 16-17 века. Видите, помидоры совершенно такие желтые. Рядом, обратите внимание на размер баклажанов. Вот это вот снизу баклажан такой скромненький в чашечке лежит. Маленький размером с куриное яичко. Ну разве что белый лук был такой. Вот эта чашка, она полная баклажанов. Ну и кто-то из современных фотографов решил приколоться и сфотографировать аналогично натюрморт в современном исполнении. Видите, красные помидоры, вот такие баклажанища уже синие и так далее. Видите, что делает селекция с плодами. Если в Южной Европе охотно ели плоды помидоров, то в Северной Европе считали их ядовитыми. Там в какой-нибудь Германии, Швеции. Поэтому, когда Линей давал название помидору, он его назвал ликоперсиком. От слова ликопус волк. Волчье яблоко, то есть совершенно несъедобное. Но основания для этого есть. Если зеленые помидоры начать есть, то они содержат ядовитое вещество в свежем виде. Поэтому их надо очень тщательно перерабатывать перед тем, как употребить пищу. Ну, в конце концов, где-то к концу 18 века северных европейцев удалось все-таки уговорить попробовать помидоры как овощи. И они так потихонечку перестали бояться и начали это все есть. Поэтому следующее название от ботаника Миллера ликоперсиком и скулентру переводится так. Волчье яблоко съедобное. Звездный час помидора это рубеж 19 и 20 века. Помидоры наконец-то становятся красными. И все понимают, что это классный овощ. Надо его есть, во все складывать, жарить, томат пасту делать, томатный сок и так далее. И сейчас это после картофеля овощ номер один. То есть больше, чем помидоров, выращивают только картофель. Ну и понятно, что хотелось выделить красное вещество. И как его назвать? В честь помидора ликопин. Вот это вот такое вот вещество. Обратите внимание, совершенно там нет никаких колец. То есть в качестве витамина оно не годится. Но зато оно годится как антиоксидант. И как вещество, которое стимулирует иммунитет. Оно предохраняет от некоторых форм рака. То есть это вот такое полезное, безусловно, вещество. Ну и ликопин мы потребляем в основном в составе помидоров. Это 85% диеты. Ну вот как ни странно, арбузы содержат хорошее количество ликопина. Грибфрут красный из-за ликопина. Ну и некоторые тропические плоды здесь показаны. Это вот все ликопиновая окраска. Опять же вы видите сверху 160D, это означает, что это может быть пищевая добавка. Если посмотреть, как образуются каротиноиды, то они образуются как бы в каком-то количестве. Ну и я надеюсь, все решали задачу с бассейнами, куда втекает жидкость, вытекает жидкость. Вот биохимики говорят, что есть так называемый пул. А пул по-английски это такой вот водоем, емкость какая-то. Что есть пул ликопина, да. И когда это норма, да, допустим зеленый лист, то конечно ликопин образуется, но его образуется достаточно мало. Он утекает в другие веточки, растекается по другим бассейнам. И мы не видим, собственно, этого ликопина в составе зеленых листьев. Хотя его там немножечко совсем есть. А вот когда приходит дело образовывать плоды, нужно перекрыть ряд кранов, из которых краска вытекает в следующий пул. Это означает, что должны выключиться определенные ферменты. Вот вы видите, что труба, которая вытекает налево, перекрыта полностью. Альфа-каротин не образуется. Образуется немножко бета-каротина. Он полезен, и он тоже как бы наш витамин. И наполняется бассейн с ликопином. Однако можно сделать так, что вот эта труба откроется, и тогда цвет изменится с красного на какой? На оранжевый. То есть есть соответствующие гены, которые это умеют делать. А если дальше открутить трубу, то помидоры станут желтыми. А если трубу перекрыть пораньше, то накопится оранжевый проликопин. И на самом деле есть примерно 18 разных генов, которые контролируют окраску томатов. Ну и чтобы вы представляли себе, как это все выглядит, вот я собрал разные помидорчики, разные окраски. Видите, можно наполнить бассейн, наоборот, спустить бассейн с краской, перекрыть начальную трубу. Вообще краски никакой не будут, будут белые помидоры. И можно наслаивать на другие краски. Вот получится такое разнообразие окрасок помидоров. Ну, надеюсь, какие-то из них вы видели, да? Ну, по крайней мере, желтые, оранжевые и красные точно видели. Вот, может быть, черные видели вот эти вот снизу. Вот есть такое разнообразие плодов помидоров. Красный перец пошел дальше. Вместо того, чтобы перекрывать эти бассейны где-то наверху и накапливать яркий пигмент, он достраивает метаболизм и из желтых метаболитов делает ярко-красные. В честь красного перца они называются капсорубин. Капсикум – это перец, а капсорубин – это рубиновое вещество из красного перца. Тоже они достаточно разнообразны. Идет сейчас селекция, чтобы были самые-самые разные красивые перцы. И, конечно же, капсантин используется как Е – это Е-160С. Опять-таки, производители смекнули, что можно яйцо сделать не просто желтым и более желтым, а его можно сделать аж оранжевым. Для этого курицу надо кормить красным перцем или экстрактом из красного перца. И тогда желток станет такой вот, видите, интенсивно-интенсивно бордовый, и на желтой окраске получится вот такое вот яйцо. Если вы его разобьете, то окажется, что и белок кажется таким розоватеньким. Это значит, что курицу кормили экстрактом перца перед тем, как ее продавать. Вот такое вот у нас яйцо бывает в продаже. На самом деле, капсантин используется для прокрашивания очень многих пищевых продуктов. И, например, крабовые палочки, я надеюсь, все видели, да? Вот они покрашены экстрактом красного перца в яркий красный цвет. Ну или там икромойвы с подкопченным лососем, тоже, наверное, видели в супермаркете. Не видели, да? Посмотрите. Такая оранжеватая окраска. Но когда вы почитаете мелкий шрифт, содержит там Е160С. То есть она такая красная, не из-за лосося, а из-за того, что там добавлен вот этот экстракт красного перца и дает такую яркую окраску. Каракинуиды издавна ценились человеком. И вот одна из самых дорогих пряностей – это натуральный шафран. Мало кто его видел, но вот я вам показываю, как это выглядит. На ладошке лежат рыльца шафрана. Но зато вместо шафрана, поскольку он очень дорогой, предлагают другие пряности. Вот слева куркума, ее иногда называют индийский шафран, но это неправильно. В Турции и там египте производят сафлор, который совершенно не шафран, а натуральный шафран вот под цифрой 3. Этот продукт получается из рыльц вот такого вот растения. Ярко-оранжевая рыльца в нем, и человечество давно на него обратило внимание. Самые первые фрески со сбором шафрана обнаружены на Крите. Там развалено Критского дворца, и вот там фрески женщина собирает шафран. Иногда ей почему-то помогают обезьяны. Сейчас обезьяны там не водятся, но на картинках видно, что она собирает и обезьяны собирает. Ну и показано лекарственное использование отваром шафрана, промывали раны для дезинфекции, использовали как такое душистое вещество в парфюмерии, то есть оно очень такое было ценимое. Оттуда шафран попал в Персию, а критская культура пришла в упадок, и персы стали их широко культивировать. Дальше шафран пошел в Индию, и поскольку эта пряность очень дорогая, ее приносили богам, ну например, в Буге. А в дальнейшем, чтобы показать, что каждый-каждый буддист очень ценный, стали красить их одежды шафраном, потому что это была очень дорогая краска. На самом деле до этого шафраном красили одежды только принцев и принцесс, а король красился там в пурпурный цвет кошени, это еще более дорогая краска, да? А сейчас буддисты объявили, что вот этот оранжевый шафрановый цвет, он уравнивает всех перед богом. Ну сейчас, конечно, никто не красит шафраном натуральным, это, конечно, уже синтетические краски, но вот этот оранжевый цвет буддизма, он происходит от шафранов, потому что шафран приносили, как такое подношение богам, очень ценное и очень дорогое. В современном мире шафран выращивают в Испании, в провинции Ла-Манч, она знаменита вот этими двумя персонажами, здесь мы видим кого? Дон Кихот Ла-Манчский. Вот, и в провинции Ла-Манч производят очень высокого качества испанский шафран. Обязательно запечатывают золотой печатью какую-то, чтобы никто не подделал, и из Ла-Манчи считается самый лучший шафран в Европе. Но лидером в производстве шафрана до сих пор остается Персия или современный Иран. Вот так выглядит сбор шафрана, и чтобы собрать один килограмм рылиц, нужно собрать от 100 до 200 тысяч цветков. А с футбольного поля плантации получается всего лишь 5 килограмм шафрана. Представьте, да, футбольное поле засажено этими цветочками, их надо собрать там, и вот 5 килограммов шафрана получится. Дальше это все несут бабушкам, вываливают из корзины, бабушки сидят и что-то там ворошат потихонечку. Вот что они делают. Хватают рыльца и вытягивают из цветка. То есть это колоссальное количество ручной работы, поэтому пряность до сих пор очень дорогая. Ну и в конце концов все это сушат, и получается натуральный шафран. Шафран используется в выпечке, и если вы действительно достаете натуральный шафран, то его надо использовать так, его надо в теплой воде настоять, и краска выйдет в воду. До этого все каротины были растворимы в чем? В жире. А вот это вот краска, которая растворима в воде. Она очень мощная, и 1 грамм шафрана окрашивает 10, нет, по порядку 100 литров воды. 100 литров воды окрашивается 1 грамм шафрана, это уже заметно. В выпечке это используется обычно в праздничной какой-то, или в праздничном плове, чтобы придать такую вот жизнерадостную, яркую окраску. По мере биосинтеза вы видите там несколько ножниц. Видите, да, в нескольких местах нарисованы ножницы. Это специальные ферменты, которые режут молекулу на части. Образуется боковиночки короткие, отрезанные, и серединка используется для биосинтеза окрашенного вещества, кроцина. Ну, на самом деле, такого типа молекул есть много. И, например, вот это вот бексин, который из плодов анната добывается. Он используется как краситель Е. Используется для подкрашивания колбас, фарша, сыра и так далее. И что немаловажно, для подкрашивания помады и прочей разной косметики. У нас бексин запрещен, как пищевая окраска, но в Новой Зеландии это вполне, или там в Австралии, в Штатах они вполне применяются. А? Не знаю почему, почему-то запрещен. Тушистые обрезки тоже идут в ход. Вот маленькие кусочки, которые остались, один из них превращается в горьковатое вещество, которое придает пряный вкус шафрану, а второй улетает и дает специальный аромат. То есть из каротиноида можно сделать сразу краску, запах и вкус. И все идет в дело. Все идет в дело также у животных объектов. Каротиноиды тоже нарезаются. Ну, например, в организме вот такого кузнечика. Народное название неуклюжий кузнечик. Крылья короткие, он когда подпрыгивает, он как-то часто заваливается и не может улететь от своего преследователя. Ну, что делать этому кузнечику? Ему надо накопить что-нибудь такое остропахнущее, чтобы как только нападут, сразу так мощность троит в нос. Чтобы не трогали. Ну и действительно, он наедается растительной пищей. И из одного из каротиноидов выстригает кусочек и накапливает в своем организме. Он называется кузнечиковый кетон. Он обуславливает такой вот резкий запах насекомого, и его не трогают. Ну, наверное, все слышали такую поговорку, красный как вареный рак. Вот пока раки свежие, они не красные, а как только они будут отварены, сразу панцирь покраснеет. Ну и понятное дело, что какая-то краска здесь есть. И если так присмотреться, то эта краска основана на каротиноидах. Раки едят какую-то пищу, богатую каротином, и дальше в их организме этот каротин превращается в красный пигмент. В честь рака астакус, это называется астаксантин, это вещество. Ну, как он синтезируется, не столь важно, а живые раки бывают самые разнообразные. Видите, даже есть синий какой-то такой, вот австралийский синий рак, рак сгуа, мексиканский желтый рак. Когда их отваришь, они все становятся красными. Оказывается, что молекула краски запечатана в белок, и этот белок изменяет ее свойства. Пока эта вот как бы упаковка работает, рак будет другого цвета, ну, например, синего или желтого. Когда мы отвариваем рака, белок денатурирует, и краска получается такая, какая она вот есть на лице, становится красной. Так что ракообразные в свежем виде самого разного цвета, а вареные раки всегда красные. Золотые рыбки покрашены в красный цвет совершенно тем же самым способом. То есть они накапливают вот этот вот раковый пигмент, астаксантин, и становятся ярко-красными такими вот золотыми рыбками. У карповых, вот они могут там в плавниках накапливаться, получается, красные плавники, ну и, конечно, декоративных рыбков, в чешуе, и получается такая яркая окраска. Если что-то испортилось, ну, например, организм рыбы не может каротиноиды преобразовать, то они накапливаются в том виде, в котором их рыба съела. А в натуральном виде они желтоватые, и получается действительно золотая рубка. Вот она золотая, благодаря тому, что она не может превратить растительный пигмент в тот пигмент, который есть в организме рака. Вот получается такая вот желтая окраска. Красная рыба, она потому и красная, что в своем мясе накапливают каротиноиды. Ну, какие-то формулы здесь показаны, и показаны красные рыбы. Вот сверху горбуша, дальше ниже, ниже таймень показан, нерка. И, соответственно, из них тоже выделяют свои каротиноиды. И удивительно, ну, оказалось, что в организме рыбы и в организме цветка, вот в таком цветке, одинаковые совершенно вещества. И они придают такую вот яркую лососевую окраску мясу. Современная рыба, особенно форель, редко бывает выловлена. Она чаще всего откармливается в прудовых хозяйствах. Форель запускает в пруд и начинает ее кормить чем подешевле. А подешевле это кукуруза и соя. Намешивают комбикорм, и рыбе приходится это есть. Понятное дело, что она никаких ракообразных в диете не получает, никаких деликатесов, и мясо от этого становится более светлым и неприятным на вид. Поэтому придумали делать вот что. Выращивать специальные водоросли, в которых много пигментов, похожих на вот эти вот пигменты из рака. Дальше водоросли добавляют в комбикорм, и получается ярко-красное мясо. То, которое мы видим в супермаркете, в упаковках. Вот такая технология. Примерно 25% цены этого лосося, это цена краски. Вот такой вот экстракта водорослей, который специально выращивают. Ну, выращивают где-то в тропических странах, вот это вот на Гавайских островах, пруды, в которых выращивается такая водоросль. И дальше водоросли отфильтровывают, сушат и отправляют в форелевое хозяйство на подкрашивание рыбы. Ну, и дальше получается вот такой еврофорель ярко-красного цвета. Это ярко-красный, не натуральный цвет. Поэтому надо покупать импортозамещение, которое с цоколейной из Камчатки. Там рыба питается в море нормальными продуктами и нормально все накапливает. По мере того, как кто-то кого-то ест, происходит постепенное накопление каротиноидов в печени. Вот здесь перед вами камчатский медведь. Вы видите нерест, то есть это стихийное бедствие нерест рыбы. Рыба ослабевшая, вот она прямо выкидывается там где-то на берег. Медведь в принципе ловит лосося, и медведь лососем должен наесться на зиму. Каротиноидов настолько много, что печень медведя становится ядовитой для человека. Это слишком большое количество каротиноидов, и, конечно, такую печень есть нельзя. Ну, если посмотреть на пищевую пирамиду, то внизу стоят водоросли, они делают каротиноиды, дальше их наедают сорокообразные, перерабатывают немножко, тоже становятся красные, как вареные раки. Дальше их едят лососи, еще выше концентрация каротиноидов. Дальше их едят тюлени, тюлени еще выше концентрация каротиноидов. Ну и, наконец, самая большая, это медведь белый, абсолютный хищник, который всех съест, но зато в его печени просто убойная доза каротиноидов. Это знают народы Крайнего Севера. Вот, например, у чукчи есть запрет на печень белого медведя, хита и тюленя, потому что в этих организмах содержится слишком много каротиноидов, и они могут быть смертельно опасными для человека. Ну, про птиц есть другая поговорка, желтый как канарейка. На самом деле, окраска птиц, она обусловлена многими пигментами. Видите, здесь такой вот самец в аракушке с ярким таким синим каким-то грудкой и с оранжевыми какими-то пятнами. И, конечно же, он очень привлекательный. Ну, значит, про канареек. Когда их впервые нашли испанские мореплаватели, канарейки были вот такие. Совершенно незрачная какая-то птичка канарских островов, которую, ну, более-менее прилично пела, посадили в клетки и повезли в Испанию. Случилось это полтысячи лет назад. И дальше она просто культивировалась в Европе. И в конце концов, в какой-то момент, произошла мутация в 16 веке. И канарейки стали вот такого жизнерадостно-желтого цвета. Вот это канареечно-желтый цвет. На самом деле, выращивание канареек было экономически очень важным. На самом деле, жизненно важным, прежде всего, для шахтеров. Потому что канарейка очень чувствует, когда повышается концентрация каких-то вредных газов в шахте. Шахтер брал с собой клетку с канарейкой. Если она начинала как-то неправильно себя вести, падала в обморок, это означало, что человек должен быстро бежать к выходу шахты, чтобы не грянул взрыв. Потому что это ровничный газ, который просачивается в шахту. Поэтому канарейки за эти полтысячи лет спасли очень много человеческих жизней. И, конечно, это была очень важная птица. Сейчас их разводят как декоративные, но, в принципе, она вот такая вот важная. Каротиноиды поглощаются в пище и дальше откладываются в оперении. И птица становится такой вот ярко-желтой. Ну, хотелось бы, конечно, получить каких-нибудь красных канареек. Красных не получалось долгое время. В Колумбии нашли птичку похожего размера. Обозвали ее колумбийским чижом и стали скрещивать с канарейками. Они не знали, что это разные виды или даже разные роды птиц. Иначе они бы даже и не пробовали. Но поскольку они не знали, им удалось получить штук шесть таких вот гибридов красного цвета. Их дальше скрещивали обратно с канарейками и получились канарейки красных расцветок. У них есть так называемый красный генетический фактор. Вот видите, кто-то красный, кто-то бронзовый, кто-то желтый, белый. Вот теперь есть большая такая разнообразная семья канареек, самая разноцветная. Ну и на самом деле синяя птица, синяя перенья, оно за счет все тех же каротиноидов только в упаковке. Когда они правильно упакованы в белок, они как у синего рака дают вот такие вот синие пюрышки. Удивительно, но одно и то же вещество может дать и ярко-красную окраску, красному ирбису, так и почти фиолетовую. Это вот белобровая лазоревка, которая фиолетовая за счет того же самого вещества. Откладывание каротиноидов у птиц имеет колоссальное биологическое значение. Ну понятно, что курица, когда наедается каротиноидов, она откладывает яйца, это большой расход. Поэтому, наверное, там самки-птиц, они никогда не бывают красно-ярко окрашены. Они эти каротиноиды тратят на потомство. Куда девать каротиноиды самцам? На украшение себя любимых. Разные птицы окрашивают разные части. Ну вот, допустим, данная куропатка, она окрашивает лапы, клюв и окологлазные такие вот части красные. Ну и, конечно, курочки ходят вокруг такого куропата-петуха и его разглядывают, какого он цвета. Оказывается, что накопление каротиноидов зависит, ну в первую очередь, от того, как питается. Если он плохо питается и не умеет найти пищу, то он будет блеклый. Поэтому с ним птенцов заводить совершенно невыгодно. Он как-то вот не достанет птенцам своим кормом. Второй момент. Уровень каротиноидов зависит от мужских гормонов. Чем сильнее играют в организме мужские гормоны, тем ярче раскраска самца. Поэтому, если он яркий, может быть, он самый главный в стае. Поэтому, может быть, хорошо бы с ним организовать гнездо. Окраска блекнет, если птица находится в состоянии стресса. Даже если она хорошо ест, и там главный самец, но вот в состоянии все время стресса, или заболевания какого-нибудь, или паразиты поразили птицу, окраска сразу же падает. И, соответственно, это оценивается самками. Они так смотрят, что вроде что-то с ним не то. Он недостаточно красочный. И на самом деле и самцам вот эта окраска позволяет не ссориться с друг с другом. Вот они смотрят друг на друга, кто ярче, понимают, что этот ярче, к нему надо не задираться. Ну и, наверное, все слышали выражение желторотик. Оно обычно применяется к птицам, но имеет такое переносное значение. У птиц вот эти вот желтые каротиноиды характерны для молодежи. Поэтому, если все видят, что он прокрашен недостаточно ярко в какие-то детские желтые цвета, то ему многое прощается. Что это не серьезная, не взрослая птица, поэтому, ну что с ней вы ищете ли снять отношения? Еще зелень пока, желторой. Испанские ученые решились на отважный эксперимент. Они взяли помаду и накрасили самцов. Посмотреть, что будет. А рядом была клетка, где самцы были не крашеные. И стали смотреть, что же из этого получится. Оказалось, что в клетке с крашенными самцами курицы начали снестись раньше и снесли в целом больше яиц. А в той клетке, где были не крашеные, они начали вовремя, но яиц снесли в целом меньше. Ну, из этого следует вывод, что макияж имеет колоссальное биологическое значение. И как бы то, как окрашены покровы, оно очень важно в биологическом смысле. Поэтому мы переходим дальше к человеку, у которого каротиноиды играют в организме особую и свою роль. Окраска покровов человека зависит от двух обстоятельств. Первое, это от синтеза собственного коричневого вещества, оно называется меланин. У белых людей это феомеланин. Фео, значит, коричневый. То есть для нас при загорании характерны коричневые краски. Негроидная раса характеризуется эумеланином. Эу, значит, настоящий. Эумеланин черный. Вот как бы достичь вот такого черного окраса при загорании нам очень сложно. Ну, конечно, можно намазаться каким-нибудь кремом, который там затемняет и все маскирует, и даст иллюзию черного, но это не настоящий черный цвет. У нас вот этот феомеланин при загорании. Но, кроме того, у нас, как и у куриц, откладывается в коже, в сальных железах каротин. Он немножечко выдается с салом наружу и прокрашивает тело. Поэтому окраски тела у нас слегка-слегка желтоватые. Чем дольше не моешься, тем больше желтый налет каротина образуется, и кожа становится такой грязной, желтой. Это, конечно, легко оценивается на вид, да? Ну и, соответственно, если есть очень много каротина, то станешь вот таким примерно. Видите, нормальная ладонь, и рядом ладонь человека, который употребляет слишком много морковки. Каротины прямо аж выпирают и выступают на поверхности пальцев. Оказывается, что каротиноиды и морковка, в частности, могут быть ядовитыми, если их неправильно употреблять. В Америке зарегистрирован случай смерти от морковного сока. Ну, одна дама пришла к врачу, он поставил ей недостаток витамина А, и сказал, пейте свежевыжатый морковный сок. Ну, если врач велел, то она решила с фанатизмом вот этот сок начать употреблять. И стала выпивать по полтора литра в день. Это колоссальное количество каротиноидов в этих полутора литрах. И что-то она вся пожелтела вот так вот. А потом у нее печень прихватила, она пришла к доктору, сказал, доктор, не могу больше сделать что-нибудь. Стали анализировать, у нее в печени оказалось слишком много каротина. Это был цирроз печени, который остановить было нельзя. Поэтому совсем без каротина плохо. И слишком много каротина тоже плохо. И нужно соблюдать золотую середину. Вот жирорастворимые витамины, они должны быть в меру. Сами каротиноиды оказывают положительное действие на наши покровы. Ну, например, если сделать из облепихи масла и смазывать какие-то участки кожи, которые повреждены, там ранки какие-то, то каротиноиды способствуют заживлению ран, частичной дезинфекции. В общем, они обладают таким мощным лекарственным действием на нашу кожу и на наш организм. Значит, ну, еще раз повторим, что же происходит в нашем организме с каротином. Каротин распадается на две молекулы рифиноля. Иногда это бывает прямо в желудке, то есть в кишечнике. Иногда это бывает в печени. То есть в разных местах это может происходить. Дальше он превращается в спирт рифинол и дальше привязывается к нему еще ретинол и полиметат. Если вы почитаете внимательно, что написано на витаминах мелким шрифтом, то там, где витамин А, написано вот именно слово ретинол. Это запасная форма, и это вот действительно как бы такая витаминная форма, которая разносится по всему организму. Но внутри организма нам нужна или ретиноль, или ретиноевая кислота. Вот это те активные вещества, которые жизненно необходимы нашему организму. Ну, наверное, все знают, что при жарке моркови она немножко теряет цвет. То есть была такая яркая, а становится такой более блеклой. Дело в том, что под действием тепла, под действием света и других обработок молекулы каротиноидов немножечко меняются. И от этого меняются их свойства. Они или чуть лучше поглощают, верхние кривые это чуть лучше поглощают, или чуть хуже поглощают. Это нижние кривые, значит цветность потерялась. И на этом можно сыграть, когда затеваешь процесс зрения. То есть под действием света ретиналь меняется, и это позволяет нам что-нибудь увидеть. Ну, здесь перед вами сложный-сложный цикл ретинала. Значит, сначала он поглощает свет, подает сигнал, что свет попал, но он портится. И его зрительная клетка должна выбросить в окружающие клетки, чтобы они его переработали и сделали снова пригодным для зрения. Ну, наверное, все замечали, что из яркого помещения, входя в темное, какое-то время не различается ничего. Это оказывается окружающие клетки синтезируют ретиналь и их загоняют в палочки и колбочки, чтобы мы что-нибудь увидели в темноте. Вот это несколько, полминуты-минута, это на то, чтобы глаз восстановил чувствительность. В колбочках содержится несколько разных форм ретиналя вместе с белком, что позволяет нам видеть в трех каналах зрения. Такое зрение называется трихроматическим. Ну, оно используется, например, для мониторов компьютеров. Вместо того, чтобы давать белый цвет, нас можно обмануть, подав три сигнала. Это красный, зеленый и синий. Схема РЖБ. То есть, если по нашим рецепторам ударить вот этими тремя красками, то у нас возникнет иллюзия белого. Хотя на самом деле это не белый спектр, не сплошной, как это положено по физике, а он линейчатый. То есть, мы ударили по рецепторам, нам показалось, что это белый. Если на этот же монитор посмотрит пчела, она скажет, что это какая-то, это не белый совсем, это другая окраска, ясно выраженная. Вы видите, что тут совсем не белый, белый выглядит по-другому. Потому что пчела это тетрахроматика. Она воспринимает мир в четырех канала зрения. Ну, на самом деле разные животные по-разному немножко все воспринимают. Самые бедные в этом смысле это морские млекопитающие. Вот киты, моржи, они видят всего лишь в одном синим свете. У них есть палочки и колбочки синего света. Они монохроматические животные, они не могут различать зеленые оттенки, красные оттенки, это все им недоступно. Большинство млекопитающих возникает, воспринимает мир в двух красках. Это синее и зеленое. Долгое время считали, что собаки и кошки видят мир черно-белым, потому что на красный свет не удавалось сделать условные рефлексы. А потом разобрались, и оказалось, что они видят, но только не в красной области, а в синей и зеленой. Они гехроматики, вот различают только два цвета. Ну, можно сказать, что по сравнению с нами они дальтоники. В процессе эволюции млекопитающие когда-то были ночными животными. А ночью красная краска совершенно ни к чему, красных лучей мало. Там много синих лучей, зеленых лучей, вот именно эти краски остались. А нам пришлось делать дополнительные наработки. Нам это в смысле отряду приматов. Вот если посмотреть на обезьян нового света, то у них оказывается, что большинство дальтоники, однако, где-то часть самок, вот 60%, может видеть в трех каналах зрения. Это позволяет лучше увидеть плоды среди зелени, потому что красный канал, он сразу выделяет на фоне зеленого вот эти плоды. Лучше конкурировать с птицами, и лучше обеспечивать себя витаминами. А самцы, они как-то до сих пор дальтоники у них. А вот в новом свете и у австралийских сумчатых три хроматические зрения. То есть у всех обезьян нового света, и у нас, то есть старого света, и у нас с вами три канала зрения. И мы видим вот во всех трех каналах. Ну это примерно так все выглядит. Мужчины и женщины отличаются по чувствительности к цвету. Дело в том, что ген, который отвечает за восприятие красного канала, расположен на половой хромосоме, на хромосоме. У женщин две хромосомы, а у мужчин только одна. Поэтому женщина, она как-то вот более чутко воспринимает оттенки цвета, вообще передать это очень сложно, пытается передать словами. Ну, например, она видит какой-нибудь там предмет и говорит, вот посмотри, какой прекрасный сиреневый оттенок, а на нем, ну, вот такие лавантовые черточки, штрихи. Он смотрит, говорит, угу, мне все фиолетово. Ну и таким образом они как-то устанавливают контакт и понимают, что вот для него оттенки как бы огрубляются, а значит, она воспринимает мир во многих-многих тоненьких оттеночках. Может быть, потому что у нее вот две хромосомы, они позволяют чуть-чуть лучше настроиться на цвета. И время от времени это искажение доходит до того, что появляется дополнительный канал цвета. И некоторые люди теперь тетрахроматики. Представьте, что мы дальтоники по сравнению с ними. Они видят мир немножечко лучше. Вот справа это нормальная фотография, а слева это картинка тетрахроматической художницы. Вот она видит это вот именно в таких красках. То есть там, где мы видим черное, она видит какие-то блики, цвета, еще дополнительные оттенки. Это вот ее восприятие мира. Конечно, внутрь головы не залезешь, и свое чувство четырех цветов передать совершенно нельзя. Но зато можно создать таблицы. Наверное, кто-нибудь проходил тест на дальтонизм? Не было, да? Это такие вот кружочечки, много-много, подобранные одинаковые по тону, но разные окраски. И если человек видит там что-нибудь среди кружочков, там цифры этими кружочками, или там треугольнички, еще что-то, значит, он нормально воспринимает. А если видит сплошные одинаковые кружочки, то значит, что он дальтонит. Так вот, есть тесты на тетрахроматиков. Мы с вами увидим сплошные кружочки, а тетрахроматик увидит, что там немножечко все-таки что-то нарисовано этими кружочками. А какие они еще цветы? Какой они еще цвет? Ну, вот они как бы раздваивают красный канал, так что они еще, может быть, чуть-чуть инфракрасного видят. Трудно передать, что они видят. А вот этот цветочек, это то, как видит мир пчела. Это настоящий тетрахроматик исходно. Там, где для нас черные или белые как бы пятна, пчела видит ярко ультрафиолетовое, вот оно для нас подкрашено в фиолетовый цвет, чтобы мы увидели. Пчела в этом месте видит какой-то ультрафиолетовый канал и она обладает большим диапазоном зрения. Ну и большое тетрахроматическое зрение с ультрафиолетом характерно для птиц, насекомых, рыб, для тех животных, которые исходно были дневные и они всеми этими четырьмя каналами пользуются. Ну, теперь о чемпионах. Среди птиц чемпион это голубь, он видит мир аж в целых пяти каналах цвета, а абсолютный чемпион в живом мире это вот этот вот рак, который видит в 12 каналах цвета. Зачем это ему нужно совершенно непонятно, потому что проанализировать столько информации о цвете ему очень сложно. Но тем не менее, вот для этого рака оказывается, что мир раскрашен в очень много оттенков, гораздо больше, чем у нас. Ну и последнее о чем мы успеем поговорить это о ретиноевой кислоте. Она от ретиноля отличается тем, что в ней побольше кислорода и она превращается соответственно в кислоту. Тоже она производится из каротина через ретиналь, ретиноевая кислота, и оказывается, что она очень важна для эмбрионального развития. Ну, например, клетки делятся, получается клеточная масса, а где в этой клеточной массе будет голова, а где будет хвост. Это вопросы не праздные, и поэтому какая-то из групп клеток в зародыше начинает выделять ретиноевую кислоту. Этим самым она говорит всем остальным клеткам, что я буду головой, я буду здесь. И остальные по ретиноевой кислоте оценивают свое расстояние до головы. Если много досталось, значит это шея, какой-то близкий отдел. Если мало досталось, значит это где-то в хвостовом отделе. И это позволяет координировать процесс развития. И у нас получается, что где много ретиноевой кислоты, там всякие разные глаза, мозги крупные и так далее. А чем дальше, тем больше мускулатуры, еще там чего-то. И в общем весь процесс развития оказывается расчерчен с помощью вот этой самой ретиноевой кислоты. Таким образом, благодаря каротиноидам мы с вами с одной стороны видим, видим четко, видим в трех каналах зрения, кроме того, не болеем рядом болезней, поскольку это хорошие антиоксиданты, они нас от многого защищают. Бывает кожа такого интересного цвета, ну и в конце концов, мы такие умные и сложные, и у нас есть организм с головой и прочими частями тела, благодаря тому, что ретиноидовая кислота, которая производится из каротиноидов, она управляла процессом эмбрионального развития. Ну, на этом приключения молекулы закончились, я буду доверить.